Ни один праздник в честь Дня Победы не обходится без полевой кухни. Ветераны, труженики тыла, их сопровождающие традиционно собираются за праздничным столом, чтобы вспомнить вкус солдатской каши и выпить фронтовые 100 граммов за победу и в память о своих погибших боевых товарищах. Нашел силы прийти на праздник и самый старший ветеран Лобинского района. Алексею Ивановичу Чередникову 102 года, майор медицинской службы. В годы войны он служил в полевом госпитале, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Японией и за боевые заслуги. Надо отметить то правило, которое мы встречались на фронте, все кушали, кашку, дружили и победали врага. И это нас, спасибо тылам, что они нас обеспечили. И мы были в себе сыты и голодны. Это спасибо работникам тыла. Когда кормят тебя, когда кормят человека, это нужно наоборот хвалить вас за ваши усердности, за вашу заботу. Поэтому тут только надо отдавать все благодарность вам. Так что настроение у нас высокое. Мы пришли с бабушкой, каждый год ее приводим, Судленкова Мария Лукьяновна. Она у нас воевала, была радистской разведчицей, воевала на границе. Ну вот, а сейчас каждый год сопровождаем почетную миссию. Очень ценим этот день. Где-то немного грусть, конечно, потому что цена большая для нашей страны была. Слезы наворачиваются каждый год, конечно. А так радость и благодарность за то, что мы можем жить в этой большой замечательной стране, за то, что у нее правнуки уже есть, мои детки. Это самое ценное, самое радостное. С таким настроением, хорошим, хорошим настроением. Спасибо нашей стране. Спасибо государству, спасибо, 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 кто организовал это все. Вспоминаешь, все вспоминается, что было, как это было. Лучше не вспоминать. Я уж не мало, не много, а 8 лет отбыл в армии. И на Дальнем Востоке был, и в Монголии был, и в разведке был. А потом добровольно пошел на фронт. Командовал ротой, батальоном. Вот теперь вот спортивный. Ну сегодня вспоминаются былые годы. Ну а как же. У меня только, знаете, какая беда. У меня списков не осталось. Санитар вез меня, когда на собаках. Надел на себя сумку и куда-то пропал. И у меня ничего не осталось. Вот так. Три раза ранен. На фронте. Вот на протезе. Теперь ходить даже на нем не могу. Настроение бодрое, веселое. Такой праздник все-таки 71-я годовщина. И все-таки наша память остается навсегда. Наши отцы и прадеды лежат здесь. Дай бог им. Хух, земля пухом. А нам жить да жить. И поживать, и веселиться. Надо бодрость и здоровье хранить свое. Праздник Великой Победы объединил все поколения лобинцев. В преддверии этого дня все жили одной общей идеей. Праздник очень хороший. Мне очень понравилось. Очень хорошо, что наши победили. Настроение очень хорошее. Все очень счастливы, что мы теперь можем спокойно гулять не в кандалах, а с детьми, воспитывать детей. Папа Абашенко Константин Филиппович, он прошел Сталинградский фронт, Украинский фронт и воевал до конца 45-го года. Награжден очень многими медалями, орденом за оборону Сталинграда, потому что он там был. Поэтому мы гордимся им. Поэтому я сегодня с ним пришла. К сожалению, не в военной форме, но вот его хотелось как молодым. Мы все сегодня запечатлели весь подряд. У нас и возложение венков, и шествие ветеранов. Все. Очень хорошее настроение. Мы рады. Я пришел один почтить память всех погибших и защищающих нашу родину. Мой отец воевал. В армию был призван с 38-го года и по 47-й год был. Был разведчиком. Пять раз ранен. Имеет ордена, медали. Дядька мой, Каркаценко Дмитрий Игнатьевич, тоже герой Советского Союза. Вот пришел отдать дань. В этот день народ и пел и плясал. Ведь День Победы, пожалуй, самый значимый праздник для каждого жителя страны. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.